Друзья, всех приветствую на нашей прямой трансляции на фейсбуке, это прямой эфир. Я выложу потом эту запись на ютубе, для того, чтобы посмотрели люди, которые не присутствуют сейчас на прямом эфире. Тема нашей сегодняшней трансляции это последние события в Украине. Я хотел бы прокомментировать в режиме живой трансляции, поскольку я записываю часто ролики о политике, но я комментирую какую-то отдельную тему, я сразу сделаю сжато. А в режиме прямого эфира я могу более раскрыть свою точку зрения, раскрыть какие-то вопросы и высказать свое личное мнение о тех событиях, которые происходят в стране. Итак, давайте начнем. Первое. Все вы знаете, что в последнее время я активно критикую команду Владимира Зеленского. То есть я рассказываю о тех людях, которые присутствуют в его команде, о тех назначениях, которые сделал Зеленский. И это делаю с негативной стороны. Что я увидел? То есть какую реакцию я увидел со стороны людей? Ну, мои как бы постоянные подписчики, зрители не знают, в принципе, меня. Они знают меня уже давно, они знают, о чем я думаю, они знают, собственно, мою позицию. Потому у этих людей, как правило, нет вопросов. Как правило, вопросы возникают у людей, которые случайно попали на мои видео, случайно попали на мои трансляции. И вот они говорят, что та критика, которую я делаю с Владимира Зеленского, это связано с тем, что оказывается, оказывается, я работаю на Петра Порошенко. Я думаю, что многие люди, которые меня смотрят, они просто схватились за ЖВТ, они хохочут, потому что более бредового утверждения и обвинения вообще сложно придумать. Смотрите, давайте по порядку. Я занимаюсь расследованием преступлений власти и критикой правительства не первый год. Я занимаюсь этим уже давно. Я начал заниматься и бороться с коррупцией в органах власти с 2008 года, когда был президент Виктор Ющенко. Это было мое начало. Потом пришел к власти Янукович. И, собственно, я продолжил свою работу. Я критиковал Министерство внутренних дел, я критиковал органы прокуратуры, судебную инстанцию. То есть, в принципе, это была общественная работа против органов власти, которые занимались коррупцией. И мы высказывали, я высказывал в своих статьях конкретные обвинения. Вот есть факт, есть преступление. Я высказываю по этому поводу. Какая аргументация была в ответ на то время? Я помню, что меня обвиняли в том, что я работаю на Яценюка. Хотя вы знаете, что я Яценюка просто презираю. Я считаю это уничтожеством, просто ублюдком. И надо же как-то власти было Януковича как-то оправдать то, что их критикуют. Власть никогда не вступает в дискуссию по факту. Ты говоришь, смотрите, вот вы чиновник Петр Иван Сидоров совершил преступление, ограбил человека или побил человека, или украл что-то на заводе, или какую-то коррупционную схему. Ты рассказываешь о каком-то определенном событии. А власть в ответ тебе говорят, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп, так ты же работаешь там на Яценюка, мы тебя слушать не будем. Ты говоришь, я не работаю на Яценюка, я не работаю на Яценюка. А говорят, нет, чувак, ты работаешь, мы тебе... То есть я говорю, подождите, при чем здесь Яценюк? Я конкретно рассказываю вам о том, что там Иван Петров Сидоров совершил преступление. И вот они начинают в средствах массовой информации распространять фейки и лживые обвинения против общественных активистов, что они якобы работают на кого-то, потому они мотивированы этим, чтобы нас типа оболгать. И вот этот бред, да, вот был распространялся перед Януковичей. Хотя я никогда с Яценюком не встречался, никогда не общался, я никогда с его людьми не контактировал. Там плевать вообще хотел на того, нахрен он мне вообще сдался, ну, неважно. Потом пошла мулька, что все, что делается в отношении МВД Украины, это при Януковиче, это рука Госдепа. То есть, знаете, Госдеп такой, знаете, своей рукой направляет, да, вот и вот говорит, ты пойди сними гаишника, который берет взятки. Знаете, голос Госдепа такой, я такой, знаете, сижу, голос Госдепа. Опустился, и Госдеп говорит, ты, Ростислав Шапошников, пойди сними, как гаишник Иван Петров-Сидоров берет деньги. И я вот снимаю это видео, и мне говорят, так стоп, 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 ты же рука Госдепа, это же гаишник святой, правильно? То есть, и вот это было 4 года при Януковиче. То есть, они не слушали то, что мы говорим. Они говорили, вы рука Госдепа, вы рука Яценюка, вы рука того. Ну, мы это прошли. Мы это прошли, значит, власть Януковича ушла. Я пришел, Порошенко пришел, Аваков. Они взяли старые, они оставили этих уродов, которые были при Януковиче. Взяли старых уродов, что были при Ющенко тогда. Смешали их, и типа сделали это реформа, реформа МВД. Я говорю, стоп, ребята, так вот эти же все товарищи, которых вы поназначали, они же все фигуранты моих расследований. Я же про них всех писал статьи. Они говорят, стоп, 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 так ты же агент Кремля. И вот начинается статья. Ростислав Шапошников, агент Кремля. Он работает на Ахметова. Он работает на Захарченко. Он работает на Путина. Он работает на... Так что, подождите. При Януковиче я, получается, был агентом Госдепа. Госдеп, знаете, рука Госдепа бы не направляла волосатая рука там Обамы, да? А когда пришел Порошенко, то резко я уже стал агентом в ФСБ. Так, подождите, я же ничего другого не говорю. Я говорю, вот есть Иван Петров Сидоров, который совершил преступление. Зачем бы его назначать? Говорит, мы тебя слушать не будем. Ты являешься рукой Кремля. Ну ладно, хорошо, теперь я рука Кремля. Идет Петр Порошенко, 5 лет власти, мы критикуем. Обо мне снимаются сюжеты на ICTV, что я агент Кремля. Ну, короче, это все говномесиво, говномесиво, говномесиво. Естественно, что я говорю, стоп, так власть Порошенко и Авакова коррумпированы. Это бандиты. Я рассказываю это всему обществу. Просто, ну, рассказываю, как есть. Они мне рассказывают, что я агент Кремля. Идут, приходят выборы. Наступают выборы в 2019 году. Я говорю, давайте совместно поборем Порошенко и Авакова на этих выборах. Потому что это злодеи, это подонки, которые издеваются над Украиной. Давайте вместе их поборем. И, собственно, я начал снимать видео, что вот Порошенко ничтожество. Давайте этого урода снесем нафиг. И мне пишут, стоп, 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 стоп. Так ты же агент Коломойского. Подождите, стоп. Я был вчера агентом Кремля, а теперь я уже агент Коломойского. И они мне пишут, ты работаешь на Беню, ты агент Бене, ты у Зеленского в штабе, ты такой-сякой, мы тебя слушать не будем, потому что ты агент Коломойского. Так при чем здесь Коломойский? Я рассказываю, вот-вот есть Иван Петров Сидоров, он совершил преступление. Давайте его посадим. Они говорят, мы тебя слушать не будем, ты агент Коломойского. Ну ладно, хорошо, теперь агент Коломойского. Проходят выборы, проигрывает Порошенко, приходит Зеленский. Зеленский назначает опять этих мудаков, о которых я рассказываю вам уже все последние годы. Я говорю, Зеленский, ты назначил уродов во власть. Ты ведешь их в политику, ты ведешь их на новые выборы и рассказываешь, что это реформа. Ну это же не реформа. Чувак, ты плохих людей приводишь к власти опять, как делал до этого Ющенко, Янукович, Порошенко. А теперь и ты тоже самое делаешь. А мне говорят, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Так ты же агент Порошенко теперь, мы тебя слушать не будем, ты работаешь на Порошенко. Думаю, ёпаный насос. Что в вашей башке творится? Что вы вообще несете? Я постоянно чей-то агент. При Ющенко я был агентом Кремля. При Януковиче я был агентом Яценюка и Госдепа. При Порошенко я стал агентом Путина и ФСБ. Потом я стал агентом Коломойского. А теперь я стал агентом Порошенко. Вот скажите, люди, вот в вашей голове что вообще происходит? Вы когда встаете утром, делаете себе завтрак. Вот о чем вы вообще думаете? Какие мыслительные процессы происходят в вашей голове? Я просто пытаюсь понять. Вот я вот уже 10 лет, даже больше, уже лет 13 изучаю психологию, политическую психологию людей. Я вот 13 лет наблюдаю за этой шизофренией. И я 13 лет наблюдаю, как я со сменой власти рассказываю. Я ничего вообще не меняю в своих тезисах. Я рассказываю, вот если Иван Петров Сидоров, он плохой человек, зачем вы его назначаете? Они говорят, ты сегодня агент этот, агент этот, агент этот, агент этот. Ну как можно общаться с украинским народом, если у них в голове просто, я не знаю, ну дерьмо какое-то? Ну люди просто невменяемые, просто невменяемые люди. Как можно вести какую-то аргументированную дискуссию, какой-то диалог вести? Если ты объясняешь людям, что есть Иван Петров Сидоров, он нарушил закон, и его нельзя назначать во власть, то значит ты, кто об этом рассказывается, являешься агентом. Каким агентом я являюсь? Чьим агентом я являюсь? Что в вашей башке вообще находится? Вы можете это объяснить? Я сделал ролик. Все вы знаете, что с 2014 года я вам рассказывал, что Хамчак предал солдат Виловайский. Я вам рассказывал, что Генеральная прокуратура Украины в лице Луценко и главного военного прокурора Матиуса сфальсифицировали дело по Иловайску. Я вам это рассказывал? Рассказывал. Есть ли эти публикации на ютубе? Есть. Что делает Зеленский, побеждая на выборах президенты? Он берет и назначает этих людей, о которых мы рассказывали, я рассказывал все эти годы, главой Генерального штаба. Я спрашиваю. Зеленский, ты дебил? Вот скажи, ты дебил или что у тебя в башке вообще происходит твоей? Ты вот утром стоишь, что у тебя в голове там крутится? Они мне говорят, ты агент Порошенко. Ой, блядь. Что мне ответить на это? Какие аргументы я должен на это привести? Порошенко, знаете, приехал во Флориду, да, сюда вот, в Орландо. Приходит ко мне и говорит, знаешь, Ростислав, нужно снять ролик про Хамчака. Так я говорю, так я же снимал про Хамчака ролик при вас, вы же были президентом. Нет, так надо сейчас типа снять, потому что он плохой. Так я же про вас снимал, я же рассказывал, что вы Хамчака тогда не наказали. Вы же Порошенко этого не сделали. Ну, а надо типа вот теперь снять. Так я, зачем мне вы нужны, я его и без вас это сниму. Причем здесь вы, Порошенко, к тому, что я снимал ролик про Хамчака. Какое вы имеете к этому отношение? Причем здесь вы? Я об этом рассказывал 2014 года. Рассказывал, рассказывал. Что изменилось в моей позиции за 5 лет? Ничего не изменилось. Причем здесь я вообще Порошенко? Ну, какое я имею к этому отношение? Как вы себе это представляете? Порошенко сюда приезжает, садится здесь вот у меня тут на Бэкьярде и рассказывает мне, что мне снимать. Да плевать я хотел на этих уродов. Вы поймите, плевать я на них хотел. На этих Порошенок, Луценок, этих, блин, Коломойских, Яценюков. Плевать я на них всех хотел. Понимаете, почему? У меня своя голова на плечах есть. Само своя. Все, что я делаю, это рождается лично в моей голове. И все, что я озвучиваю, все, что я пишу, все, что я снимаю, это лично моя позиция как человека, гражданина этой земли, страны, Украины, планеты. Просто, знаете, вот есть человек, у него есть позиция. Вы вообще можете представить вообще, что у человека живого может быть какая-то своя позиция, какое-то свое мнение. Вообще можете представить, что такое вообще возможно. Или вы думаете, что все на свете, все люди на свете, которые высказывают свое мнение, они чьи-то агенты. То есть вот не может человек думать как-то независимо. Он обязательно должен быть чем-то агентом. Ну вот обязательно должен быть чем-то агентом. Не может быть такого, чтобы человек имел свою позицию. Что в вашей голове происходит, объясните мне. Вот вы когда это пишете, вы когда вот это озвучиваете, что в вашей башке происходит, какие мыслительные процессы. Значит, смотрите, по поводу Зеленского, по поводу Порошенко. Почему сейчас важно критиковать Зеленского? Вот они мне говорят, ты не критикуй Зеленского, ты критикуй Порошенко. Так Порошенко уже ушел. Мы победили Порошенко, его нет, он уже не президент. Алло, алло, гараж, Порошенко нет больше, у него рейтинг вот такой вот. Сейчас у нас у власти президент Украины Владимир Зеленский. Журналисты, гражданское общество должно заниматься контролем за деятельностью действующей власти государства. Действующая власть государства является Владимир Зеленский. Если бы вместо Зеленского был Желтоленский, Питоленский, Членоленский, мне по барабану эти фамилии, мне вообще плевать, кто они, что они, откуда они. Есть чиновник, есть президент, есть глава Верховной Рады, есть министр МВД, есть разные чиновники. Мы берем этого чиновника и начинаем сканировать, кто он, что он, что он сделал, какие нарушения совершал, какие преступления совершал, где нарушения закона. Он чиновник, он представитель государства. Понимаете, о чем суть? И наша задача, как гражданского общества, провести сканирование этого чиновника от и до. Мы не можем заниматься замалчиванием, мы не можем заниматься пропагандой. Мы должны заниматься расследованием действующей власти. Потому что если гражданское общество не будет заниматься расследованием действующей власти, действующая власть оборзеет и начнет устраивать диктатуру. Власть должна чувствовать всегда давление гражданского общества, иначе эта страна погибнет. Вы почему-то считаете, что люди, все люди на планете должны объединиться и просто обожествлять Зеленского. С какого хрена вообще я должен быть? Кто это такой Зеленский вообще? Я вообще не знаю, кто это. Откуда ты взялся, Зеленский? Почему я должен тебя боготворять? Кто ты вообще такой? Я понять не могу. Кто ты для меня вообще такой, Зеленский? Ты для меня чиновник, который находится на государственной должности государственного органа власти. И моя задача, как журналиста, изучить, что ты делаешь, какие твои решения. Нарушал ли ты закон? Что ты собираешься делать со страной? Я не должен заниматься облизыванием жопы. Я не должен заниматься пропагандой. Я не должен заниматься засюсюкиванием и обожествлением политика. Я должен взять чиновника за жабры. Вот берешь за горло вот так. И начинаешь его трясти. Что у него там в карманах лежит? Что у него в башке находится? Какие он будет решения принимать? Это работа журналиста. Заниматься выявлением грязи, ничтожных поступков и ничтожных людей во власти. Если журналист этим не занимается, это не журналист, это пропагандон. Вы не можете отличить пропагандиста от журналиста. У вас размытое понятие. Вы думаете, что журналист это человек, который должен обслуживать какого-то политика и рассказывать о его великих вещах. Для рассказывания о великих вещах политика есть пресс-служба. Если бы я хотел заниматься восхвалением президента Украины, то закономерно я бы устроился в пресс-службу и рассказывал бы о том, какой великий президент. Потому что это пресс-служба. Но я не работник пресс-службы Зеленского. Я независимый журналист, который имеет опыт, знания и свою систему оценки действий власти. У меня есть свой критерий, по которым я оцениваю власть. Понимаете, вот есть свой список, по которым я оцениваю. Я никому не навязываю свою позицию. Журналист существует до тех пор, пока его смотрят люди, пока его читает общественность. Я когда родился, вот я родился в 1986 году. У меня не было ни зрителей, ни подписчиков, ни аудитории. Понимаете, я ходил в школу, я получал образование, я работал. Я много работал для того, чтобы получить определенные знания, определенный опыт, определенную систему ценностей выработать. И благодаря той работе, которую я проводил для общества, общество начало ко мне прислушиваться. Никто никогда не пришел и не подарил мне моих подписчиков, не подарил мне моих зрителей, не подарил мне мою аудиторию. Люди начали меня смотреть, потому что им стало интересно, что я говорю. Понимаете, значит, что-то я знаю, да, то есть какие-то у меня есть, наверное, таланты или способности к анализу, к каким-то выводам, да, к какой-то системе оценки. Правильно? Если люди меня смотрят, это же логично. И вот я, согласно, собственно, этих своих принципов, которых я не меняю, я рассказываю, даю свою оценку, что Владимир Зеленский поступает плохо. Понимаете, в чем суд? Это не потому, что Порошенко так считает, или кто-то еще, это я так считаю. Понимаете, это моя независимая позиция, как независимого журналиста, который так просто считает, согласно своей системе оценки. Когда Зеленский начинает заискивать Саваковым, назначает Хомчаков, когда назначает адвокатов Бенис, главой администрации, у меня, как у человека, который последние годы занимался расследованием в отношении этих лиц, возникают вопросы к Зеленскому. А что, собственно, ты делаешь? Что, собственно, ты делаешь? Какая твоя конечная цель? Я просто хочу понять. Зеленский позиционирует себя, как что-то невероятное, эксклюзивное, просто великое и необычайное событие в жизни людей. Ну, давайте успокоимся. Зеленский – это обычный человек. У него тоже есть руки, ноги, голова. Он ничем, по сути, не отличается от 40 других миллионов украинцев. Это такой же человек. Но средства массовой информации, телеканал 1+, политтехнологи, съемщики сериалов создают человеку определенный образ. Понимаете, вот есть человек, а есть образ. И вот вы пытаетесь воспринимать человека не как человека, а образ, навязанный вам политтехнологами. Вот спросите себя, вот вы здоровые, психически здоровые люди, вы не проходите лечение в психиатрической клинике. Спросите себя, есть ли все такие классные политики, почему существует профессия политтехнолога? Вот напишите мне в комментариях, почему присутствует профессия политтехнолога? Зачем вообще была рождена и придумана на этой планете профессия политтехнолога? Мне просто интересен ход ваших мыслей. Если политик сам хороший, зачем ему политтехнолог? Вы задумывались об этом? Политтехнологи это профессионалы, которым абсолютно по барабану кто, что и как. Ему платят деньги, политтехнологу там, определенную зарплату. Ему ставят задачу, политтехнолог, создай в общественном создании образ меня как политика, как невероятного лидера, предводителя государства. То есть не настоящий я, а образ, киношный образ, понимаете? Потому что вот, например, вот смотрите, вот вы смотрите фильм про Терминатора, да? Там снимается Арнольд Шварценеггер. Как вы думаете, Арнольд Шварценеггер в реальной жизни является Терминатором или нет? Нет, но вы воспринимаете его как Терминатора, потому что вы посмотрели фильм. Но он не является Терминатором. Это образ, созданный сценаристами. Аналогично образ Зеленского создан политтехнологами. Есть настоящий Зеленский, а есть образ. Так вот, вы пытаетесь мне рассказать, что настоящий Зеленский, это не настоящий Зеленский, а настоящий это образ. Но это же бред. Это бред. Настоящий человек раскрывается своими поступками. Мы все прекрасно увидели образ Зеленского. Молодец, в ролике, шмолике, он прекрасно снимает фильмы, сериалы. А какой Зеленский в реальности? Что это за человек представляет из себя real life? Вы задумывались об этом? Нет. Потому оценка человека, его истинной сущности, может определяться только его поступками. Реальными поступками. Не политтехнологами, которые сделают ролики, а его реальными действиями в реальной жизни. И после назначения на должность президента Украины, Владимир Зеленский принял ряд решений, назначив тех или иных лиц на должности государственных органов власти. И я, проанализировав эти решения и действия Зеленского, пришел к выводу, что этот человек совершает негативные поступки. Вот он их совершает. Зеленский их совершил. И я делаю оценку его реального человека, исходя из его реальных поступков. И мой вывод нехороший. Он не позитивный. Понимаете, в чем суть? Не позитивный. Потому что вся страна, вся страна знает, какие события произошли на востоке Украины. Какие были события в Алавайске. Знает о преступлениях украинских генералов, что они угробили солдат. Зеленский, живя в этой стране, очевидно, зная об этом, правильно? Он же не в вакууме живет, он же знает. И он сам говорил на дебатах с Порошенко, что он, почему никто не следит за Иловайском. Это же его вопрос. Значит, он знает об этом. Он собственноручно подписывает указ о назначении одного из фигурантов Иловайского дела Хамчака, главой генерального штаба. Как я должен оценить это? Как? Сказать Зеленский, ты молодец, ты классный пацан? Нет. Я не могу так сделать. Зеленский не классный пацан. Вот Зеленский говорят, он никакого отношения не имеет к Богдану, ой, этому, Коломойскому. Он назначает Богдана, адвоката Коломойского, главой администрации президента Украины. Вот давайте просто сядем за стол и проанализируем, кто такой Богдан, какая его биография, где он работал, чем занимался, какой у него бэкграунд. Знаете, вот в Америке, когда ты устраиваешься на работу, тебе делают бэкграунд чек. Да, проверяют, что ты, как ты, где ты, что ты, как ты, где ты. Вот это все, 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 все. Это в Америке. А в Украине делают такой бэкграунд чек? Нет. Почему именно Богдана назначили главой администрации президента Украины? Почему не Петра Иванова, не Сидорова, а именно Богдана? Почему не был проведен конкурс на эту должность среди независимых людей, которые имеют какой-то бэкграунд, который для людей вызывает уважение? Это же не было сделано, правильно? То есть назначили своего адвоката Коломойского, своего дружбана с очень темным, непонятным бэкграундом. А бэкграунд там очень нехороший, я вам скажу, очень нехороший. Уже есть материалы по этому поводу, я сейчас не буду это все пересказывать, чтобы не загружать эфир. Вы сами найдете, если захотите. Так у меня возникает вопрос, вы зачем боролись с Порошенко? Почему боролись с Порошенко? Вы боролись с Порошенко, потому что Порошенко руководствовался политикой назначения на высокие должности своих ближайших друзей, соратников, партнеров, коррупционеров, которые его окружают. Плевать было. Коррупционер, значит там мой этот друг, он вор, но он мой друг, потому он будет главой администрации президента. Или там замглавы администрации. Мы протестовали против Порошенко за его систему управления. Вы почему-то думаете, что мы боролись с Порошенко именно потому, что он Порошенко. Да плевать на Порошенко. Мы боролись с человеком, который олицетворял себе определенную систему ценностей и систему управления. Так у меня возникает вопрос нормального живого человека. Чем конкретно система ценностей и назначения на должности в администрации президента Зеленского отличается от Порошенко? Порошенко назначал своих соратников, ближайших друзей на высокие должности. И Зеленский это делает. Так чем он отличается от Порошенко? Чем конкретно? Можете мне объяснить? Различия. Вам что с того? Был там какой-то там Филатов или кто там был главой администрации президента, а стал Богдан? Вам лучше стало от этого жить? Вы ли думаете, что Богдан просто вот знаете ангел спустился и теперь порядок будет в Украине? Вы знаете, кто такой Богдан? Чем он занимался? Какие делишки он прокручивал? Нет. А вы поинтересуйтесь. Вы поинтересуйтесь, какими делишками занимался Богдан. Я что-то понять не могу. Или вы считаете, что вот знаете, вот был Порошенко, да, вот знаете, вот у него были ряд коррумпированных чиновников. Теперь стали вместо него коррумпированные чиновники, приближенные к Коломойскому, а теперь и к Зеленскому, уж это одна компашка. И украинцы просто заживут розовым счастьем. У вас в башке что вообще происходит? Вот в голове что творится вообще? Какие у вас процессы происходят в вашей башке вообще? Понять не могу. Что, о чем вы думаете вообще? Знаете, я вот смотрю на этот балаган. Вот так вот, знаете, сижу вот так вот. Я думаю, ребят, ну вы сумасшедшие, вы просто страна сумасшедших людей. Что вы творите вообще? Достучаться сознанию невозможно. Ты им объясняешь, ну это неправильно так делать, это неправильно так делать. Сначала они пошли, проголосовали за Ющенко, потом они проголосовали за Януковича, потом они проголосовали за Порошенко. Теперь привели к власти Зеленского, который фактически является управляемым Коломойским. И почему-то все ждут какого-то, знаете, спуститься с неба, что, знаете, поступит просто невероятное что-то в Украине. Вы вообще анализируете, что вы делаете в своей жизни? Вы вообще какой-то анализ проводите своих поступков, своих действий? Нет. Нет. Вообще анализа ноль. Я не хочу жить в Украине, поймите. Мне нечего там делать. Я не хочу жить в этом обществе, которое просто не соображает, что оно делает. Просто не хочу. Я не хочу видеть этих людей. Я не хочу видеть их на улице. Я не хочу общаться с ними. Потому что мои нервы этого не выдержат, понимаете? Не выдержат мои нервы этого. Я не могу тратить всю свою жизнь рассказывая очевидные вещи. Просто очевидные вещи. В Америке, да, для меня это все, я это в интернете вижу, этот бред. Я это закрываю так ноутбук. Думаю, пошло, ну все нафиг. Все, нет этого. Все, я живу. Тут люди нормальные. Тут люди не зомби. Я вижу нормальных людей, с ними общаюсь. Они все нормальные. Но только мне стоит открыть этот интернет и почитать, что вообще происходит в интернете, о чем вообще пишут люди. Я думаю, матерь божья, что вы вообще несете? Что в вашей башке вообще происходит? В общем, дальше идем по списку. Я тут себе написал то, что я хочу сказать. Хотел сказать про Саакашвили. Вот говорили, вернется Саакашвили, и он всех победит. И что? Приехал Саакашвили, и его спрашивают, А что там с Саакашвили, а что там с тем? Он говорит, а как у меня Саакашвили, нет никаких конфликтов. Это просто там с Порошенко мы ссорили. Миша, что ты несешь вообще? Какой Порошенко? Ты Саакашвили сидел на заседании правительства, и ты говорил, Авааков вор, и ты докажешь это в суде. Что сорвалось, я тут пишу. Так, что-то сорвалось, но вроде все нормально. Значит, смотрите, приехал Саакашвили, и он говорит, с Аваковым у меня уже нет конфликтов. То был конфликт с Порошенко. Саакашвили, ты сидел на конференции, на заседании правительства, и ты говорил, что Авааков вор, и ты его докажешь это в суде. Это твои слова. Твои слова, Миша. Есть видео. А теперь ты рассказываешь, что у тебя с Аваковым нет конфликта было. Ёпаный насос. Я поддерживал Саакашвили, я говорил, Саакашвили это боец, Саакашвили это таран, который победит, будет воевать с этими ублюдками. И даже таран Саакашвили слился. Теперь он слюни, все хорошо, Аваков хороший, Беня хороший, все хорошие. Что же вы все так обсыраетесь перед этим Аваковым? Кто вообще найдется ли в Украине хотя бы один политик, который сможет сказать, что Аваков это преступник, который должен сидеть в тюрьме? Почему вы все так обосрались перед Аваковым? Я не могу понять. У меня такое впечатление, что я вообще единственный из украинцев, именно из общественных деятелей, из активистов, из журналистов, ну может еще несколько людей, ну там их единицы, на пальцах можно пересчитать, из общественных деятелей, кто может прямо сказать об Авакове? А остальные где? Почему вы все молчите? Я понимаю, что для простых людей это страшно, для простых людей они начнут говорить про Авакова, а их убьют, я понимаю это. Но есть же политики в Украине, которые обладают каким-то, ну не знаю, авторитетом, каким-то ресурсом, какой-то защитой, ну каким-то, знаете, ну мощью, которые могут с позиции этой силы сказать Аваков, давай в тюрьму сажайся, чувачок, вперед уже давай на зону, где эти политики? даже тот Саакашвили, который, казалось бы, ну просто, сам Бог велел приехать, взять Авакова за морду и в дерьмо его засунуть. И тот слился. И тот сразу же стал на задних лапках. Ну просто, знаете, это какой-то бред. Саакашвили, тебе не стыдно? Тебе не стыдно? Я лично думаю, что условием возвращения Саакашвили в Украину было то, что им поставили условие Зеленский, что при возвращении в Украину Саакашвили не открывает свой рот против Авакова и Коломойского. Что, собственно, Саакашвили и делает? Не открывает свой рот против Авакова и Коломойского. Нет Порошенко больше. Все, Порошенко победили. Нет Порошенко. Он слился. У него рейтинг ноль. Нет больше Порошенко давайте теперь дальше идти по списку нас теперь на аваков следующий товарищ где ваша принципиальная позиция по авакову нет ее чего все перепугались там миша что случилось что случилось непонятно значит смотрите говорят что я критикую только партию зеленского а про других не говорю на смотрите я не всех еще успел изучить я вот успел наш посмотрел список гройсмана партия гройсмана я обнаружил там в первых рядах ты ты рука это очередной аваковский пёс которого аваков засунул партию гройсмана смотрите аваков как делает он у него есть команда людей до своих приближенных сейчас есть команда людей у авакова которые сейчас секундочку которых он распихивать по разным партиям вот своих людей он я делал об этом ролик запихнул партию слуга народа зеленского правильно значит я обнаружил что ты ты рука это народный фронт это ближайший соратник авакова он его запихнул партию гройсмана значит за партию гройсмана голосовать ни в случае нельзя нахрен никаких гройсманов сам гройсман вообще пусть идет нахрен это вор коррупционер преступник пошлет вон отсюда во из украины а он еще туда запихнула вакова то вот эта рука ты ты рук он фигурант этого иловайского дело значит я сначала этого не знал я его не видел а потом я это уже выяснил что оказывается оказывается когда был побег из иловайска помните это береза и хамчат там еще и тут и рук был это я потом узнал я не знаю что ты ты рук не был оказывается там еще и ты ты рук был посмотрите я трех комбатов зафиксировал как они бежали трех комбатов эти получается какая интересная фишка я журналист гражданский я не военный я не комбат я не генерал сейчас я был в иловайске правильно и весь 29 августа я прошел вместе с этими хамчаком березы татаруком я был вместе с ними и я делал фактически то что они ехал машине а потом они сбежали и собственно я оказался вместе с ними что я собственно записал на видео так то есть все действия которые все события которые пережил береза татарук и хамчат 29 августа пережил и я то есть между нами в этом нет никакой разницы только если то что я был гражданский они были генералами комбатами войск так вот почему-то за их действия 29 августа их назначили дали медали назначены народными депутатами хамчака назначили главой генерального штаба а ростислав шапошников который прошел все то же самое что и они то есть был с ними плечом к плечу получается так получилось да что я стал свидетелем их побега как гражданские они военные гражданские мать и не должен был воевать я просто очевидцем этого так вот я прошел вместе с ними этот же самый путь меня объявили врагом народа агентом кремля преступником негодяем и сказали мы тебя убьем так подождите что-то я понять не могу я же прошел все то же самое что и вы почему тогда я плохой а вы хорошие по логике вещей ну по логике вещи если побег из иловайска это является геройским поступком тогда меня что же должны были то назначить народным депутатам дать мне медаль назначить главой генштаба я конечно сейчас шучу мне это не надо я просто утрирую да то есть я иронизирую сейчас уж это бред мне ничего от них не надо ну вы оценили их побег из иловайска что типа они герои так в чем они герои понять не могу какой конкретно геройский поступок они совершили я не знаю я был вместе с ними я не видел никакого никаких героических поступках я видел как эти товарищи лежали в посадке весь 29 августа во время боя когда солдаты настоящие солдаты воевали и оказывали сопротивление оккупанту а вы в это время лежали в кустах и никакого сопротивления оккупанту не оказывали и вы как командиры должны были командовать своими войсками это ваша была работа командовать ну что вы являетесь комбатами и генералами а я гражданский не должен был за вас этого делать я гражданский а я не военный я видел как вы комбаты попрятались в кустах пока ваши подчиненные солдаты вели бой и вас объявили героями украины вы стали народными депутатами за что за что я понять не могу вообще за что что вы сделали такого вы совершили преступление теперь хомчак у нас глава генерального штаба а вот этот береза куда я не знаю куда береза где-то баллотируется я еще не нашел березу а ты ты рук у нас народный депутат аваковский сейчас идет по партии гройсмана тоже опять хочет стать народным депутатом народный депутат блин какой-то блять народный депутат тебе в тюрьме сидеть надо вася под трибунал военный тебе пора какой-то народный депутат ты дал деру с поля боя ты бросил посадки гражданских журналистов гражданских ты сука комбат мвд украины комбат мать ты бросил посадки гражданских которые везли видео о вторжении российской армии в украину ценнейший груз материал который ценой жизни был добыт это нужно было доставить этот материал киев и придать огласки это было очень важно а ты мразь ты бросил гражданских журналистов с этими записями посадки в кругу российских солдат которые потом взяли нас плен и слава тебе господи не убили это чудо произошло и мы эти записи спрятали и смогли провести в киев все-таки а ты мразина с тепловизора у тебя был тепловизор ты обошел все засады и приехал в днепр и получил медаль от авакова какая же ты просто это пипец а теперь у них хватает наглости они говорят мы народные депутаты и мы будем народными депутатами там нормальной стране народ просто бы их убил на хрен просто бы разорвал на площади нам в площадь взял бы разорвал и этим уродом хватает совести хватает вообще я не знаю чего хватает идти верховную раду и рассказывать что они великие народные депутаты что вообще в украине происходит объясните мне что в башке людей вообще творится вот в башке что вообще происходит я не понимаю мне такое впечатление дать уж это какой-то сюрреализм я смотрю на этом что происходит в украине и мне кажется что вот вся страна впала в тотальную шизофрению знаете одни шизофреники и ты смотришь на этих людей а у них глаза стеклянные вот такой идет вот так а а зеленский порошенко ты ты рук береза а а мы за богдана мы за беню мы за авакова и вот так вот вся страна ходит как дебилы знаете так вот а ёпаны в рот вы больные скажите вот вы кто это дело вы больные просто же вам лечиться надо пойти влечь в больницу и лечиться принимать таблетки вылечиваться пора уже понимаете кого вы к власти приводите кого вы выбираете народными депутатами вы вообще-то даете себе отчет что вы делаете нет вот так вот по телеку показали а все я за зеленского а мы не будем ничего говорить потому что тоже зеленский то что зеленский назначает хамчака это типа нормально это хорошо как можно обеседовать с такими людьми о чем предмет разговора вообще о чем вообще я не знаю друзья я ничего не пил я нахожусь в абсолютном трезвом уме и просто показываю вам как вы я не говорят вы конкретно я обращаюсь к обществу в целом до которая вот несет бред выглядите со стороны как вы выглядите со стороны вот когда нормальный живой человек на вас смотрит со стороны да вот так вот сидит и смотрит вот вы вот так у да вот вот такие вы в образе понимаете в чем суть пора уже просыпаться понимаете пора уже про сыпаться я как могу я об этом рассказываю как могу я об этом делаю ролики провожу какие-то конференции пишу об этом но я не могу достучаться до сознания всех людей понимаете ну так какой-то там процент людей придет в чувство до какое-то осознание у него придет но большинство то останутся умолешенными понимаете большинство останутся умолешенными и они приводят этих людей к власти эти власти потом принимают законы эти власти потом управляют страной а люди потом спрашивают а почему украина самая нищая коррумпированная страна в европе кто же в этом виноват а кто людей этих привел во власть кто за них пошел и поставил галочку в бюллетене кто инопланетяне нет вы это сделали кто этих людей привод к власти в 2014 году вы за не голосовали голосовали вы отдавали себе отчет за кого вы голосуете нет нет а какие теперь вопросы почему вы теперь задаете вопросы журналистам которые вам об этом рассказывать что они теперь в украине не живут так манали они жить в украине пойти манали они жить в украине не хотят жить в этой стране больше никогда никогда не хотят потому что они вам долбили рассказывали не делайте этого не делайте этого не делайте этого не а вы а мы будем это делать а мы пойдем и проголосу вперед из песни мозгов в голове нет когда пусто в башке вперед из песни понимать остается только делать такие прямые эфиры даты просто констатировать уже состоявшиеся события потому что все что происходит в украине вас предупреждали вам давали прогноз что так все и будет но нет вы же умные вы же лучше знаете ваша своя свой план свое понимание ситуации правильно вы же лучше знаете еще хотел бы сказать по поводу скандала когда зеленский выступал в европе недавно ездил брюссель и там толкал свою речь и оказалось что эта речь в точности соответствует речи петра порошенко то есть грубо говоря зеленскому дали речь да вот на листике дали речь и он ее прочитал и оказалось что это текст тот же самый который ранее был озвучен петром порошенко что я хочу сказать по этому поводу зеленский у тебя в твоей башке вообще что-то свое есть вот ты можешь высказать свою позицию вот я просто представляю я президент представим я росислав шапошников избран президентом украины меня избрали и у меня там через две недели поездка в брюссель надо выступить перед евро депутатами и высказать защитить свою страну украину высказать свою позицию и что я сделаю чтобы я сделал я бы сел собрал бы своих помощников свою пресс-службу экспертов политолога со ребята вот мы сейчас все сели с вами за столом давайте разработаем вместе с вами позицию украины по нашему вопросу да вот по вопросу на донбассе экономики политики чтобы представить наше государство для украины прямо сейчас садимся вместе с вами работаем я как президент я бы предложил бы такой вариант да вот сказал бы вот я хочу об этом сказать это моя позиция у вас есть какие-то замечания предложения может какие-то идеи подправить что-то давайте вместе напишем этот текст я бы сам бы его сел бы написал сам потому что я президент украины я был избран главу государства я должен съесть и написать свою речь сам потому что там моя речь это не речь петра иванова это не речь работника пресс-службы это моя речь но я попросил бы совета да у людей может какие-то есть замечания правки предложения давайте помогите но само ядро я составлю сам все что я хочу донести народу вопрос сделал ли это так что там пишут сделал ли это так зеленский нет нет зеленский начал где-то ездить по лиге смеха по лиге еха понимаете по всякой хуйне ему просто дали какой-то листочек до написанный там текст он такой вот тебе текст и от брюссель будешь его читать ленски хорошо пришел ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля что ты там несешь бог его знает чувак ты что вообще делаешь ты чьи чья текст озвучиваешь ты свои мысли озвучиваешь или чужие конечно зеленского подсунули текст порошенко попугайчик дебил клоун просто понимаете взял это текст и озвучил почему когда я готовлю какой-то сюжет для ютуба я сижу перед компьютером и сам пишу себе тексты сам пишу себе сценарий сам выписываю то 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 своей головой а президент украины сука зеленский не может этого сделать потому что он тупой наверно вот тупой он не может взять листочек бумаги написать себе выступление которое ты твары на будешь озвучивать перед евро депутатой представляя не свой 95 квартал а государство украина это дебил понимаете просто дебил может такое сделать как можно это оценивать получается все что озвучивает зеленский это не его мысли это не его мысли как главы государства это просто написанный какими-то петрусями левыми людьми тексты которые просто зачитывает так так любой дурак может выйти зачем ты на хрен нужен зеленский если так возьмите какого-то попугайчика пусть он выходит и зачитывает тексты зачем ты нужен ты политический лидер государства ты должен сам высказывать свою позицию как политический лидер государства высказывать свои тезисы свое мнение вести какую-то свою уникальную политику как лидер государства ты не клоун 95 квартала уже ты лидер государства так сука возьми свою в ручку возьми свою бошку и сядь и родить текст который ты хочешь озвучить перед миром идиота ты кусок почему выбирают таких дебилов во власть я не понимаю ну почему но почему не могут выбрать какого-то умного интеллигентного человека который сядет и на будет нормально проводить свою политику который будет писать себе тексты который будет выписывать свои тезисы который будет разрабатывать какую-то концепцию управления государством ты должен это делать это твоя работа у тебя должна быть программа у тебя должен быть целый талмуд стратегии которые ты будешь следовать а зеленский он просто играет роль понимаете ему пишут сценарий он сам понятия не знает что он говорит вот просто выходку попугайчик найти мальчик попугайчик ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля- быть президентом тебя нет квалификации для этого ты пойми почему я журналист я не чиновник я пишу себе тексты я пишу себе какие-то тезисы которые я хочу рассказать я лично а ты не президенту грн ты не можешь этого сделать у тебя что писать ты не умеешь или ты будь не знаешь у тебя образование нет так нахрен ты избрался президентом иди дальше с бене там шуточки свои откалывай или дальше дякую авакову нахрен ты нужен такой президент я понять не могу ну кого выбрали кого выбрали ладно ошиблись бывает люди ошибаются люди ошибаются в этом нет ничего страшного но признать свою ошибку никогда не поздно никогда не поздно спросить у зеленского чувак вот мы за тебя голосовали почему ты оказался таким идиотом скажи мне почему люди боятся задавать вопросы тем кого они избрали почему они боятся выйти сказать зеленский смотри мы отдали за тебя твои свои голоса скажи мне почему ты оказался таким тупым что ты не можешь себе написать текст и выступить перед брюсселе высказать свои тезисы но мы всегда вот за все во все времена восхищались какими-то политиками да какими-то великими политическими деятелями в разных государствах там и там во франции в италии в германии там в англии в америке каких-то лидеров государств которых мы восхищались их позиции потому что они были уникальными потому что они несли какую-то уникальную позицию они были действительно гениями мысли интеллекта а чем восхищаться зеленским что он озвучивает а как попугайчик текста написано его этими спичрайтерами и которые писали порошенко взяли порошенковский текст так нахрен ты такой нужен нахрен ты такой нужен скажи мне такие такую работу такую работу озвучивания чужих текстов может сделать любой идиот не для этого не нужно быть президентом понимаете не нужно быть для этого президентом зачем избираться президентом чтобы озвучивать чужие тексты зачем ты это делать это студент может просто берете студента студента берете ставить его на сцену и как зайчик попугайчик как мальчик такое скажет стишок такой ля-ля-ля-ля-ля вот такие вот дела все для этого не нужно быть президент понимаете президент должен это мидер государства лидер страны у которого должна быть какая-то своя стратегия с какая-то своя программа который должен нести в народ что-то одну как какой-то политическую идею идеологию и диалоги нужно нести какая у диалоги и у зеленского можешь стать он такой правый левый, он тот там центрист. Какая у него идеология? Я не знаю вообще, как он придерживается идеологии. Какое у него отношение к таким-таким... Вот в Америке есть партия демократов и партия республиканцев. Есть две идеологии, которые борются между собой. И в борьбе этих двух идеологий рождается истина. Да, у нас, чтобы не было перекосов вправо и влево. Потому что республиканцы это правые, демократы это левые. Республиканцы выступают за то, чтобы государство не вмешивалось в жизнь человека, чтобы уменьшить налоги. Это американские традиции, это церковь, это запреты абортов, это традиционное... Что у нас пропало? То же самое демократы, они исповедуют для того, чтобы были высокие налоги, для того, чтобы государство управляло жизнью человека, это социальная помощь, это какая-то вот, ну вот, более социальная жизнь, ну, левая идеология, да, социалистическая. А есть республиканцы, которые ставят правую идеологию. И вот они борются между собой. Так у меня вопрос, а Зеленский он кто, правый или левый? Зеленский, у него правая идеология или левая идеология? Он кто вообще? Понятия не имеет. Да у него вообще идеологии никакой нет. У него нет идеологии. И это президент государства. Да ладно. Хрен с ним, с тем президентом. Так зачем его рассказывают, что это какой-то, этот, мессия пришел? Я не могу понять. Почему вы позиционируете его как мессию? Что в нем мессианского? Почитаю ваши комментарии. Ребят, вот мы говорим голосовать за меньшее зло. Вы голосуете за меньшее зло уже 27 лет. Вам помогла эта стратегия голосования за меньшее зло? Ответьте себе на этот вопрос. Значит, рост, у него тоже время расписано. Что расписано у Зеленского? Скажите мне, что у него расписано? Какое время у него расписано? Дайте мне график почитать Зеленского. Я почитаю внимательно. Далеко смеха у него расписан график? Или что у него там расписано? Значит, пусть сядет ночью, если у него нет времени днем, придет домой вечером, на кухне, возьмет листик бумаги и напишет себе текст за два часа. Не мальчик уже, пора взрослеть. Ну так сам иди в президенты покажи, как надо. Ребята, в президенты можно пойти, если ты, если не ошибаюсь, от 35 лет. Мне 33 года. Я не могу баллотироваться в президенты по закону. Для того, чтобы баллотироваться в президенты, нужно 10 лет прожить в Украине. Я уже пятый год живу в США. Я не могу баллотироваться в президенты по закону. Понимите это. Открывайте конституцию и читайте. Вымоги до кандидата в президенты Украины. Все. Все. так читаем что за комментарии там короче даже не хочу озвучивать люди которые пишут эту грязь в комментариях вы просто конченые уроды понимаете конченые уроды и ваша участь всю жизнь жить в вы будете вот это ходить как дебилоиды всю свою жизнь бэкач мэка всякую херню писать комментариях у вас нет ни образования не интеллекта вообще не понимание ничего вы думаете дно общество знаете дно общества самое дно даже ниже дна вот кто вы есть так что я не вижу не вижу в комментарии которые выше так ладно вижу вопроса в принципе больше нет я буду заканчивать свой эфир значит мысль моя я думаю я довел кто не смотрел этот эфир посмотрите его сначала я его записал я выложу его на ю тубе полной версии посмотрите прокомментируете самого начала мысль у меня одна не приводите плохих людей к власти но если так получилось что вы привели кого-то власти и это человек оказался не совсем нормальным то не бойтесь себе признаться в этом и требуйте от своего избранника ответа на ваши вопросы человек который является представителем власти депутатом чиновником это не царь и бог он является служащим и он должен отвечать на вопросы своих избирателей если избиратели эти вопросы ему не задают то есть на чиновнику за это не нужно никак отчитываться не позволяйте чиновникам не позволяйте чиновникам паразитировать и постоянно держите их на коротком поводке задача журналиста не восхвалять политиков не рассказывать какой замечательный тот или иной там кандидат и тому подобное это задача пресс-службы задача журналистов выявлять негативные какие-то проявления поступки действия людей и рассказывать их обществу понимаете в чем суть и общество должно быть благодарна людям которые им дают важную информацию потому что если журналисты не будут этого делать а как правило они в украине этого не делают то общество будет постоянно обманываться коррумпированными политиками особенно которые имеют много денег и могут с помощью пропаганды и рекламы обмануть вас и вести в заблуждение потому цените людей которые независимы которые не стоят на службе тех или иных политических сил а независимо дают оценку вам показывают истинное положение вещей так работает система в нормальном обществе понимаете если вы считаете что журналист который рассказывает вам важную информацию о событиях которые в украине особенно в негативном ключе этот журналист для вас враг ну значит тогда вы соучастник тех преступлений которые совершают правительство значит вы от тогда ничем от них не отличаетесь ну и тогда глупо требовать от того чтобы государство украины было процветающим демократические демократической страной вы всегда будете жить плохо вы всегда будете жить в коррупции вы всегда будете жить в нищете если вас это устраивает это ваш выбор но я думаю что нормальных здоровых людей это не устраивает в общем моя мысль я свою мысль я довел свою позицию разъяснил я думаю что я конечно же буду снимать еще много разных роликов рассказывать о тех событиях которые происходят но иногда делать прямые эфиры рассказывать о своей позиции раскрывать ее о чем собственно думаю